Экспонаты, хранящиеся здесь, знакомы многим. Одни рассказывают о стародавних временах, как, к примеру, этот утюг. Этот уголок помогает нам вернуться в середину 20 века, когда только начинал строиться наш город Видное. А это, пожалуй, самая грустная экспозиция, повествующая о годах войны. Именно здесь я нашла гимнастерку, некогда принадлежавшую Виктору Гавриловичу Бочарову. Имя его известно старожилам Видного – хирург, заведующий хирургическим отделением Видномской районной больницы. В ней он ходил и не только во время войны, но и после войны, потому что и одеваться было не во что, и кушать было нечего, и одежды не было. И вот он ходил в этой гимнастерке. И вы знаете, интересный факт, что даже он первое время, когда приехал в наш Ленинский район, в город Видное, он жил здесь у нас, в нашем историко-культурном центре. Таким образом, гимнастерка, став музейным экспонатом, будто бы вернулась домой. Ведь здание, в котором ныне располагается историко-культурный центр, одно из старейших в городе. В 50-е годы здесь размещалась заводская столовая и небольшое общежитие. В нем и жил наш герой. Но история гимнастерки уводит нас в юность Виктора Гавриловича. Юность, обожженную огнем войны. Старшего брата взяли в армию на фронт. Он уже воевал как летчик. Папа был в железнодорожных войсках. Он ремонтировал паровозы и железные дороги. А вот сын младший остался с матерью. А в 43-м году пришел его черед. Ему пришла повестка. В 17 лет Виктор Бочаров окончил школу молодых командиров и попал в пехоту. Войну молодой командир увидел во всех ее красках. И говорит, у нас полк. Пошли? Вот, говорит, все, нам дают, что в бой. Говорит, у нас винтовок нету на всех. Нам как сказали? Раздобудите. И говорит, мы даже другой раз не знаем. Даже друг друга не знаем, как зовут, как фамилия. Пошли и остались на поле. Бой, как игра в рулетку. Повезло, выжил. Виктору Бочарову повезло. Мы, рассказывал Виктор Гаврилович, не расставались с лопаткой, укрываясь от артобстрелов, закапывались, как кроты в землю. Он говорит, я испытал и рукопашный бой, и вот такие артобстрелы. И в один из артобстрелов его очень тяжело ранили. Получилось так, что спас его солдатский котелок, который был у него с собой. Но он все-таки потерял много крови. Он был контужен. И только поздно ночью саперы в окопе его в крови нашли. Это тоже ему спасло жизнь. Потому что он попал не в палатку с ранеными, где находились и врачи, и медсестры, а его поместили в настил, который был недалеко от этой палатки. А в это время ночью был еще один артобстрел. И прямым попаданием палатка была разбита. В случившейся суматохе Виктора Гавриловича без документов эвакуировали в тыл. А в полку посчитали погибшим. И отправили на него домой похоронку. Пришла похоронка родителям. И вдруг он приходит. И маме плохо. Это точно так было. Даже еще есть вот это, которое прислали, где-то тоже хранится. Что Бочарову прислали похоронку. Вот это, на что награждают. Там это все. Вот такой случай был. И сколько подобных случаев бывало на войне. А ведь после эти люди часто проживали еще долгую жизнь. Как и Виктор Бочаров, решивший впоследствии посвятить себя медицине. Он стал настоящим доктором. Грамотным. А таких, говорят, врач от Бога. Вместе с супругой прожили много счастливых лет. Хотя, рассказывает Валентина Николаевна, дома глава семьи бывал редко. Но его трудолюбие и отношение к жизни стало хорошим примером двум сыновьям, которыми родители гордились. Память об отце они передадут в рассказах своим детям. А память о земляке будет храниться в выцветшей с годами гимнастерке. Ведь мы знаем, ее носил настоящий герой. Татьяна Брылова и Адам Евгений Садовский, Анастасия Нархунова, Видное ТВ.